После революции об ахалтикинцах узнала вся страна. Не было в СССР более популярного места, чем всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Тысячи колхозов боролись за право принять ней участие. Сюда везли все самое лучшее, все чем гордились, все что любили. И красавцы, туркменские кони-ахалтикинцы пользовались огромным успехом. Колоритные всадники, необычные украшения и обереги, да и сами красавцы-ахалтикинцы – все это привлекало внимание многочисленных посетителей выставки. Ну а скоро о необыкновенных лошадях из далекой Туркмении узнал весь мир. 1935 год. Грандиозный конный пробег Ашхабад-Москва. Маршрут протяженностью 4300 километров пролегал почти по всем природно-климатическим зонам страны – пустынный, горный, степной, лесной. Причем самый сложный участок – пески Каракумов. 360 километров был пройден за три дня. Пробег имел большое интернациональное значение. Пройдя по территории многих союзных республик и автономных областей, колхозники-туркмены испытали истинное гостеприимство и поддержку советских людей разных национальностей. Михаил Калинин писал, «Везде пробег сопровождался демонстрацией братских чувств народов, населяющих советское государство во всем его национальном многообразии». Нельзя не отметить и военно-патриотическое значение пробега. В суровых условиях проверялась выносливость и сила лошадей, их пригодность кавалерийской службе. Климент Ворошилов отмечал, еще недавно кое-кто считал туркменскую лошадь жидковатой и поэтому якобы непригодной для кавалерии в Европейской части Союза. Но теперь доблестные победители гигантского пространства делом доказали неправильность этих взглядов. Колхозники колхоза имени Ворошилова, отправляя своих ударников труда на лучших лошадях, наказали лучшего коня подарить Ворошилову.